Сегодня в программе возрождение Токсовского зубропитомника. Открытие пеллетного завода в деревне Чуцы. На деревне Чуцы Бакситогорского района в тот день звучали марши и классическая музыка. Австрийская лесопромышленная компания открывала новый завод. Теперь все опилки деревообрабатывающего производства будут преобразованы в ценное древесное топливо. Сегодня мы будем говорить о биотопливе, о топливных гранулах, еще их называют древесными пеллетами. Нам повезло, что вот эти пакеты прозрачные, и мы можем, собственно, понять, о чем идет речь. Вот так они выглядят. А получают их так, древесные отходы прессуются, сушатся, превращаются вот такие гранулы в такой замечательной, удобной транспортировки продукт. Деревообрабатывающий завод здесь начали строить в 2006 году. Это была рискованная для австрийцев идея. Но решение было принято. Символический камень заложен. Здесь несколько миллиардов вложено рублей. Наша кафедра принимала активное участие в научном сопровождении этого проекта. Все документы были собраны. И мы получили приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в котором было обозначено, что проект замечен, проект интересный и получает статус приоритетного. Сегодня мы видим, что предприятие встало на ноги, производит качественную продукцию, которая поставляется как в Российскую Федерацию, так и за рубеж. Китай, Корея, Япония, страны Прибалтики, страны Западной Европы. Деревообрабатывающий завод и пилетное производство построены на одной производственной площадке. На церемонию открытия прибыл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Любое производство в Ленинградской области открывать приятно, потому что любое производство – это рабочие места. Рабочие места – это занятость, это заработная плата, это доход семей, это, в конце концов, подоходный налог, который идет и в местный бюджет, и в областной бюджет. Поэтому, конечно, мы заинтересованы. Я очень рад, что у нас это происходит на системной основе. Практически каждый месяц в Ленинградской области открывается новое производство, создаются новые рабочие места. Не на всех производствах бывает губернатор. Здесь для меня было принципиально по трем вопросам. Первое, потому что это классический пример, когда круглый лес не уходит на экспорт, весь перерабатывается непосредственно на месте. Второе, потому что это высокотехнологическое предприятие, которое действительно создает хорошие рабочие места. Это, что я всегда говорю, что молодые люди пойдут на рабочие места, которые высокотехнологичные, с хорошей заработной платой. И третье, то, что это Бакситогорский район, который действительно очень важен для нас, потому что мы понимаем, что район остается дотационным. Поэтому, чем больше здесь откроется новых производств, тем быстрее мы перестанем давать дотацию. Это выгодно и району, и бюджету Ленинградской области. В честь торжественного открытия нового завода деревню Чуццы посетил собственник австрийской компании барон Майер Мельхофхольц. Бизнес есть бизнес, политика есть политика. Мы работаем в бизнесе, не в политике. Вопрос определенных рисков, он понятен, но мы реализовали этот проект в течение тех сроков, которые были намечены, несмотря ни на какие санкции. На всем предприятии создано более 300 рабочих мест. Ежегодно в бюджет Ленинградской области поступает около 150 миллионов рублей. Это производство ресурсосберегающее, высокотехнологичное. В цехах управление идет полностью через программное обеспечение, которое является уникальным для этого предприятия. И многие процессы управляются не только здесь вручную, но и происходит управление посредственно из Австрии. Это подчеркивает еще раз единую систему предпринимательской этой структуры, которая работает не только на Ленинградской области, но и представляет собой целый такой экономико-предпринимательский организм для Западной Европы и для России в целом. Сегодня самый, наверное, главный момент, то что компания Майер Хольц, она имеет сегодня в Европе заводы пилетные. И для нее это не новая тема сбыта, это не новая тема производства, поэтому у компании получается, что вот эти цепочки, они будут увязаны в одно целое. Есть хорошие перспективы. Да. Я благодарен собственникам производства за то, что, несмотря на санкционную политику, сюда инвестируется австрийский капитал, сюда инвестируются современные австрийские, не только австрийские, чешские технологии. Вот это вот, кстати, хороший пример. Нужно говорить не о санкциях, исходя из политики, а нужно отменять санкции, исходя из экономики. Все-таки мы живем в едином экономическом пространстве. Австрийский предприниматель верит в экономику России, он верит в тот климат Ленинградской области, он верит в то правительство, которое создает все условия для того, чтобы инвестиции оставались здесь, для того, чтобы здесь появлялись новые рабочие места. Средний уровень заработной платы превышает сложившийся как в нашей лесной отрасли, в целом по стране, так и, конечно, здесь Ленинградской области. Ленинградская область является лидером по инвестиционному обеспечению, по климату, по тому, как областные законы работают для того, чтобы люди сюда вкладывали денежные средства. Мы видим, что здесь не так много приоритетных инвестиционных проектов. В Ленинградской области сначала было только два этих проекта, но оба они реализованы в полном объеме. Достаточно высокий уже уровень переработки в Ленинградской области, поэтому говорить о темпах инвестиций сложно сравнивать то, где ничего нет, и где достигли уже каких-то серьезных вложений. Поэтому я думаю, что лидер он и есть лидер. Чем быстрее мы будем интегрироваться в подобные производства и создавать собственные компании, тем больше шансов у России иметь хорошие экономические показатели и социальное удовлетворение населения. Я благодарю всех, кто инвестировал в Ленинградскую область, кто создал это прекрасное предприятие, кто продолжает поддерживать это предприятие как лидер рынка производства пиломатериалов. И мне кажется, что у нас с вами прекрасное будущее. А как хорошо вписывается австрийская классика в нашу российскую эклектику? Зубры в Ленинградской области в дикой природе не водятся, но зато они есть здесь, недалеко от Оксова, вот в этом огромном вольере. И мы гордимся тем, что у нас живут такие огромные красивые звери. И если еще в прошлом году их было всего двое, то сейчас их уже четверо, не поверите, два самца и две самки. Вот этот вот товарищ уже сегодня так наелся, что мне казалось, что он к морковке даже не подойдет. Но вы посмотрите, какие прожорливые он объелся сегодня и яблоками, и морковью. И тем не менее, все равно тянется. Но мы его, естественно, покормим. Ну, палец не оттяпал, уже хорошо. Везем мы веточный корм, который они очень-очень любят. Они уже даже ждут этот веточный корм. Это витамины даже, наверное, лучше, чем витамины. Но каждый день у них идет веточный корм, это постоянно. Сено они едят сейчас поменьше, потому что травы много. Токсовский парк зубра-бизонов является самой северной точкой мира, где живут эти симпатичные гиганты. В 1974 году сюда были завезены из ленинградского зоопарка бизон-малыш и зубр-лира. Через два года у них родился зубр-бизон Лима. Лима – предок Августа и Михаила, двух братьев, которые живут в питомнике сейчас. В лучшие времена здесь жили до 16 животных. Пока четверо, для них территории хватает. Одна – манана, другая – мадама. 15-го, одна – 16-го. В трём годам идёт самки. Эти очаровательные тёлочки здесь появились совсем недавно. Это стало возможным благодаря передаче зубра-питомника в ведение государственного учреждения Ленобл-Лес, а точнее – Всеволожскому лесничеству. Надо комби-корм, значит, они мне везут комби-корм. Надо что-то, надо что-то сделать, да в любое время. Мы их взяли, в общем-то, не жалеем ни грамма, значит, стали развивать. Нам помогает очень хорошо лебедь Олег Станиславович, обеспечивает сеном, потому что мы же бюджетная организация, денег у нас нет, кормами помогают все. Очень хорошо помогает Всеволожская ветеринарная служба. Взяли на учёт, обслуживают наших бизонов. То есть по любому звонку, малейшее, что-то не так, они приезжают, бесплатно обслуживают. Мы финансы не принимаем, не надо нам денег. Вот нам вот они привезли сено, корма. А вся общественность Всеволожского района с великим удовольствием, все в это дело, что они понимают, что это красиво и здорово. Ни у кого больше нет. Весной начинаем сезон, открываем. И летом приезжаем несколько раз. Да, да, да. Посмотрите, какие хорошие. Берём там килограммы 3-4 яблок, килограмма 2 морковки. Всё это режем им и кормим. Счастливы безумно, потому что переживаем всё время, думаем, не дай бог тут, ну мало ли, чего. Голодают. Да, вдруг их отсюда куда-нибудь переместят, закроют. Ну потому что где ещё такое счастье увидишь? Такие красивые. Мы ни разу не видели, мы первый раз видим зубрух. Я и мои, ну дети, понятно, я тоже первый раз в жизни вижу зубров вживую. Очень приятно с ними пообщаться. Такие коротенькие ножки, такое большое тело. А глаза такие маленькие, добрые. Буквально зимой была статья в интернете, что зубры очень голодают, что они вообще в каком-то страшном состоянии. И мы испугались. И что давайте приезжать, кормить. Это, видимо, как утки, знаете, интернетные бывают, да, чтобы панику какую-то навести. Может быть, кто-то там, злопыхатели, выкидывают статьи. Вот, ну ничего не подтверждается, ничего они не голодают. А зубр, как ты думаешь, он добрый? Злой. Потому что он может ладить. Что тебе в нём понравилось? Рога понравилось. Да, а почему рога? Потому что мне даже хотелось потрогать их. И не страшно даже было. Совсем. Они кажутся мелыми и добродушными, но на самом деле они очень опасны и коварны. Когда привезли тёлочек, между Августом и Михаилом возникла схватка за обладание ими. Он загнал его вот в тот вольер, и они выбили вместе с забором сразу. Ну и одного загнали сразу, а второго два часа загоняли. Уже победитель был здесь, а тот остался за забором. Он его гоняет. Вот мы идём к забору, он его гонит. Он подходит к забору, этот уходит. Мы гоним к забору, он уходит. Ну и всё так и будет. Всё, время будет в стороне. Сильнейший победил. Всё, он будет с самками гулять, и этот будет один. Вот Августин у вас победил, да? И он позволяет вот этому мишке иногда встречаться с самкой, да? Или не позволяет? Ну не знаю, но они, видишь, они сами с ними ходят. Уходят к нему, они же тоже чувствуются. А то есть самки сами выбрали теперь всё, а это они теперь не хотят? Да. Они вот с ним крутятся, всё, он отдельно ходит. Ну, что сделаешь? Судьба. Вот это мы двух бизоних привезли, а там ещё и зубры. Вот нам обещают оттуда дать семью бизонов. Коровы, телёнок и бык. Откуда? Из Москвы, с этого терраспольского питомника. Мы договорились, написали письмо на замминистра. Она говорит, дадут, вообще бесплатно дадут нам. Да вот мы, значит, приняли решение, вот сейчас мы у Селезнёва недавно, вот эту сторону всю, значит, 8 гектар огородить, сделать новый вольер. И разделить его на два вольера, чтобы бизоны отдельно, зубры отдельно были. Не путать их. И вот этот у вас побеждённый товарищ, который остался без самки, то ему тоже решили отдельную территорию выделить, чтобы он там был королём? Да, да, чувствовал себя нормально. Вы думаете, кто здесь самый главный зверь? Августина или Мишка? Да нет же, главный зверь здесь. Вот этот вот замечательный шнурок. Это только кажется, что он такой миролюбивый. На самом деле он жутко кусачий, зылющий. И его слушаются вот эти все бизоны за милую душу. Говорят, он недавно цапнул кого-то из съёмочной бригады, просто потому, что ему люди не понравились. Шнурок, мы тебе понравились, шнурок? Шнурочек, на, вот это не хочешь? Не хочешь, ну вот не хочет характер. Ну вот наш зверь, который разгоняет бизонов, нам надо в одно прекрасное время. Привозим веточный корм. Веточный привозим, если они лежат, значит мы его, шнурка просим. Он разгоняет бизонов. За шерсть таскает, и всё, они разбегаются. Ну в общем, у вас как работник здесь? Да, самая настоящая работник. Это у вас такса? Такса, с баллонкой. Шнурок не тратил время, когда принесли корм зубробизонам. Он выбирал кусок батона побольше и прятал в надёжное место. А потом шёл на работу к туристам. Там ему перепадало, что повкуснее, колбаса или сосиски. Некоторым шнурок понравился больше, чем Август или Миша. А корову видела когда-нибудь? Нет. Мои добрые друзья меня ждут. Это кто? Это котята. У них очень маленькие головки. А у бизонов? Нет. Большие? Да. Всё-таки немножко страшно, да? Да. Но всё равно, они ведь симпатичные. Мне они не нравятся. Ты ещё к ним приедешь? Нет. Я могу приехать в мой дом. Там животные поменьше и они котята. Но зато ты теперь видела бизонов. Это же здорово. Нет. Зубров чем кормил? Хорбозными корочками. Ну и как, тебе понравилось его кормить? Да. А не страшно было? Нет. Он же такой большой. Не боялся, что он тебя укусит? Он большой, хороший. Думаешь, хороший? Да. У нас два школьных лесничества во Всевышевском лесничестве. Значит, это у нас Токсовская здесь. Детишки тоже так же. У них за зубр-бизонником своя тропа здоровья. Они что-то убирают, мусор как-то ходят, изучают какие-то деревья, смотрят вредителей, болезни, изучают. И также Лесновская школа тоже. Ваша, например, передача «Атмосфера», она покажет это всё со стороны. Она расскажет. То есть, может быть, другие детишки также будут в школьное лесничество вступать. Им это интересно. Даже рассказывать ничего не надо, потому что они всё видят, они всё это ощущают. У них появляется огромное желание идти и заниматься хозяйственной деятельностью, помогать лесникам. Им это нравится. Это живое. Ну вот, теперь здесь есть всё для появления потомства. А это значит, что возрождение Токсовского зубровника начинается. До встречи ровно через неделю в программе «Атмосфера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова